Добрый день, уважаемые зрители! Приветствую вас в студии Национального пресс-центра. И пока за окном все еще календарное лето. Мы продолжаем тему туризма. И сегодня с нами работает Валерия Анатольевна Крюцунова, председатель Белорусского общественного объединения «Водых деревни». Валерия Анатольевна, спасибо большое, что пришли к нам. Здравствуйте. Всегда рада. Валерия Анатольевна, вы были фактически у истоков появления в Белоруссии агротуристического бизнеса. Вот общественное объединение «Водых деревни», какую роль оно сыграло в популяризации и в развитии агротуристического бизнеса в Белоруссии? И какую роль играет сейчас? Ну, я думаю, что в определенном смысле оно сыграло ключевую роль, потому что сельский туризм у нас начинался как движение снизу. И это правильно. Люди это захотели. И поэтому получилось все. Мы существуем или начали этот проект в 2002 году. Ну, не с голого места, если брать. Меня. За мной стояли дудутки. Это объект, который сделал мой муж, и которому я отдала много лет своей жизни. И поэтому я знала, как популярна вот эта тема сельского быта, культуры, еды. И когда подумалось, что, ну, наверное, идеи дудуток можно распространить на всю страну, мы создали общественную организацию. Это был большой вопрос, получится или нет. У всех были сомнения, кроме, допустим, меня. Но это уже мое личное упрямство. В общем, мы написали статью в газету с тем, что если кто-то считает, что в деревне можно заниматься не только сельским хозяйством, но еще и принимать туристов, пожалуйста, свяжитесь с нами. И телефон звонил. Он звонил довольно активно, к огромной моей радости. Вот эти люди, которые звонили первые, которые первые собрались. Мы сделали организацию, потом мы сделали через год национальную организацию. Ну и потом началась наша деятельность бурная. Вот они, они тоже стояли у истока. Ну, конечно, когда мы начали работать, было понятно, что никакого законодательства нет, что люди работают на грани, скажем, фола, да, никто не нарушал, но это как посмотреть. Мы поняли, что, конечно, без господдержки, без законодательства это развиваться не может. Ну и, в общем, как-то так вот появился указ президента в 2006 году, который даровал невиданной свободы и волю тем, кто хочет заниматься сельским туризмом. Это сельские жители, у которых есть свой дом, есть земля вокруг дома, которые превратили свои дома, ну, в такие как бы мини-гостиницы, которые стали кормить людей, которые стали показывать достопримечательности. То есть, в принципе, это особенно от упора была лицензируемая и регулируемая деятельность, но они не признавались, ну, как бы, индивидуальными предпринимателями или бизнесменами. Они были, они работали как физлица, это значит, у них была большая свобода. И вот все вместе, движение снизу, желание, плюс огромная государственная поддержка. Вообще, мы начали с большой конференции, на самом деле, международной. И идея эта понравилась всем-всем-всем, начиная от людей, властей, кончая донорами. Я помню, пришла представители Организации Объединенных Наций и те страны, у которых это уже развивалось. В общем, как-то это была всеобщая любовь и оптимизм, и она передалась всем. И я думаю, что до сих пор это один из самых, ну, как бы, приятных, теплых и успешных проектов в нашей стране. Это меня только радует. Люди приходят все больше и больше, они очень активные, инициативные. Ну, в общем, мы действительно создаем, и это была задача с самого начала, сделать, ну, как бы, белорусский агротуризм, чтобы человек, который приехал к нам или в усадьбу, понимал, что это, ну, не знаю, не Италия, это не Россия и так далее. Ну, в подтверждение ваших слов статистика, на конец прошлого года в Беларуси началось более 2400 агроксадьб. Да. Это они расположены по всей Беларуси. А если брать региональный срез, какие регионы активнее развиваются в этом направлении, какие отстают? Ну, вы знаете, сельский туризм нельзя развивать везде. Это мы как бы усвоили уже на основе опыта других стран. Должны быть какие-то, ну, очаги, концентрации, как курортные зоны, да, то же самое и в агротуризме. Поэтому это зависит от многих факторов. От людей, конечно, которые там живут, от условий природных или культурных каких-то объектов, которые там, от отношения к властям. Ну, и звезды просто складываются или нет. Поэтому вот на сегодняшний момент, ну, кроме того, что, конечно, там Браслов и вот эти все регионы, туда много людей едут по определению, но иногда они просто снимают комнату и все. Поэтому я не могу называть это зоной сельского туризма. Но вот мы бы выделили или я бы выделила три таких территории уже со своими брендами, во многом уже со своими организациями, которые совместно активно развивают туризм, и которые уже можно называть, ну, скажем, зонами, такими агроэкотуристическими курортами или зонами. Первое — это Воложинские гостинцы. Воложинский район. Там собралась невероятная концентрация талантливых, креативных людей. Рядом есть ресурс на Лебокской пощи. Ну, плюс речки, приятная для пайдарочников, плюс территория, приятная для велосипедистов. В общем, как-то Воложинские гостинцы, и на котором люди в путешествии от одного места в другую, от одной усадьбы к другой получают какие-то совершенно новые знания, впечатления. Ведь мы же с вами живем уже в эпоху впечатлений или креативной экономики. Ну, несколько примеров таких хедлайнеров района. Например, мир пчел. Очень интересные хозяева, педагоги поменяли свою жизнь. Они же и потомственные пчеловоды сделали прекрасные программы вокруг темы меда. С дегустациями, с шутками, прибаутками, с интерактивом. До 10 тысяч туристов. Это просто была хата в деревне. Они ее расширили, еще что-то там построили. Но, в принципе, это много детей, это много лагерей, это много иностранцев, которым они делают, ну, скажем, национальный ужин. Дальше. Хутор Дудара. Это известный музыкант, художник Олесь Лось. Он восстанавливает Дуды, он делает много старинных инструментов. У него потрясающая лекция музыкальная с мастер-классами по танцам, с музыкой, в том числе и региональной, которую когда-то играли около Ракова, как они говорят в Раковском царстве. Кони-пони – это лошади, да, это повозки, это коллекция карет. Каждая вторая свадьба в Ракове теперь на каретах. Когда одни наши туристы приехали к нему в дом посмотреть коллекцию этих карет, девочка из Израиля сказала, дядя, а вы царь, да. В общем, он любит лошадей, коней, у него прекрасный контактный зоопарк. Плюс вот эти поездки на дилижансах и на повозках. Дальше усадьба Ганка. Это просто одна из наших любимых усадеб. Там специальная даже сцена для спектаклей. Там тоже очень много программы для детей, для взрослых. Там строится комплекс хлебное ремесло. Там есть мастер-классы по хлебу. По хлебу дочка фантастическую делает хлеб. Есть, ну скажем, веревочный тренинг. У него такой, ну как бы вы можете пройти все этапы этих с препятствиями перемещений. Вся семья работает. Ну вот как-то так. Налибокские Васильки – это уже усадьба в Налибокской пуще. Там дичь, там травы, там прекрасные хозяева, потомственные лесничьи, шакун Василий. Его отец еще служил у графа Тышкевича, объездщиком леса. Вот это один. Они сделали кооператив по развитию агроэкотуризма. Ну, я могу еще много говорить об этом месте. Об усадьбах они все специфические, специальные, особенные. Дальше я бы сказала Глубокский район. Это Велесов шлях. Это тоже брендовая такая территория. И вот это божество Велеса, они, ну как бы в каждой усадьбе как-то отражаются. Начиная с первой. В прошлом году она была победителем. Усадьба года. Заповедный остров. Очень красивое место. Все построено, ну в таком стиле, немного загадочном. Лесном. Прекрасная прогулка на катере. Вы можете и чай пить, и самовар, там, и еда. Ну, чудесно. Сами сделали это средство. Медвежий угол. Это уже в лесу. Это уже охотничье нечто. С медведем связано. С прекрасной едой, кухней, отдыхом. Это утрина. Там индийская тема. Там хаски. Там питомник. Там детские лагеря. Там невероятно вкусная экологическая продукция. Есть фермерское хозяйство. Краина Мар. Это сыры козьи с дегустацией. Общение с козочками. Ну, в общем... Мне кажется, вы можете перечислять бесконечно успешные проекты. Ну, и последнее, это, наверное, из любимых. Это Муховецка Кумора. Это Кобринский и Жабенковский район. Под этим брендом. Ну, как бы Кумора – это ценные вещи, которые складывались когда-то. Куда-то вот они тоже показывают огромный спектр, ну, уже, можно сказать, полесского наследия. Плюс на одной из усадеб, это Назаречная улица, есть дракар. Копия викинговского судна. Там вас покатают на нем и так далее. Ну, в общем, я бы сказала три. Ну, есть еще и, конечно, в Каменецком районе, есть и в Рассонском районе, есть, конечно, Пазерья. Ну, и вокруг Минска, ну, конечно, самая большая концентрация усадеб. Ну, вот эти три территории, у которых есть свое лицо, есть уже бренд, который проходит через всех усадьбы. Ну, вот это, я считаю, такое уже серьезное образование. И, в принципе, мы называем их агротуристические кластеры, они хорошо работают. Кто-то уже сделал свои организации даже для продвижения вот этих территорий себя. На Дракаре, на Заречной улице по Муховцу тоже плавал, так что знаю, очень здорово. Здорово, правда. Да, действительно. В продолжении темы, что успешных проектов действительно масса, и наверняка будут появляться новые. Есть вообще какой-то предел развития в этой сфере или можно развиваться бесконечно? Ну, развиваться можно бесконечно. Если мы берем качественные показатели, да, ну, количество услуг, их, ну, сила эмоциональная, разнообразие, тут бесконечность, конечно. Тем более, что все меняется, новое поколение меняется, совсем другие люди, они родились в интернете, у них другое мышление, им надо все быстро, ярко. Поэтому все меняется. Ну, а если мы возьмем количественное, то, ну, я не знаю, так, по каким-то таким нормативам европейским, ну, 3000 усадеб, это было бы уже неплохо. Но дальше мы ведь можем стать страной агротуризма, да, для той же Европы, для России. И поэтому здесь это может быть до бесконечности. И меня еще очень радует тот факт, что, во-первых, стали приходить туда богатые люди, да, они могут взять какую-нибудь усадьбу, восстановить ее. Причем эти деньги они быстро не вернут, да, потому что сейчас же дорогое строительство. Да, но они это делают, ну, своего рода как меценатство, инвестиция в будущее, эти все места перейдут ведь их детям и семьям. Ну, они открыты, конечно, для посещений, для туристов. Вот, поэтому я думаю, что предела нет и не должно быть. И то, что вот приходят эти люди с состоянием и с каким-то креативом. Плюс я, ну, как бы, у меня круг знакомств широкий, я встречалась с людьми, ну, как бы, такого высокого уровня положения. И вдруг они говорят, слушай, мы тоже делаем усадьбу. Мы тебе скоро придем. Вот у нас такие места, вот мы уже вложились. Ну, я думаю, ну, тогда точно мы можем стать страной агротуризма. Продолжая тему туристов, самый массовый турист в Беларуси, это, понятно, туристы из страны-соседки России. Мы привыкли слышать, что российские туристы предпочитают либо отдых в белорусских санаториях, это классика, либо экскурсионные программы по традиционным местам, да, в Беларуси, это Беловежская пуща, Брестская крепость, Мир, Несвиш. Предпочитают ли российские туристы отдыхать в наших агроусадьбах или нет? Ну, вот смотрите, каждый год National Geographic Russia, да, это топовое издание в области туризма, проводит такой опрос и дает, ну, как бы, приз, да, победителям. И россияне голосуют за разные виды туризма. И вот Беларусь дважды только в одной номинации завоевала их расположение, это агротуризм. По-моему, даже Италию обошли. Да, в два раза. Поэтому понятно, что это реакция российского рынка, а не Европы, но все равно это 140 миллионов населения, это рынок, это наш рынок, это прекрасно. Поэтому нет, они любят, конечно, отдыхать в усадьбах, и они постепенно все больше и больше привыкают к ним. Конечно, уже и свои открываются в России, но все равно это не одно и то же. Мы для них привлекательная страна, и язык, и менталитет, и как бы, ну, все вместе, ностальгия, возможно, поэтому приезжают. И в агроусадьбам нравится, да. Ездили вообще огромное количество до их кризиса, но сейчас восстанавливается. В общем, и наши как-то понимают, что надо создавать интересные программы. В общем, нет, пока все неплохо идет. Это хорошо, приятно слышать. Совсем недавно в этой студии был ваш коллега по туристическому бизнесу, Филипп Гулый. И он на вопрос, что сделать иностранному туристу в первую очередь в Беларуси, сказал, надо попробовать национальную кухню. Гастротуризм в Беларуси, он уже действует, он действителен, или это все еще миф? Я бы сказала и то, и другое. Он действует, но это миф. Мы этим, я лично, очень серьезно этим занимаюсь. Мы встречались с многими рестораторами, Прокопьевым и так далее, что есть белорусская кухня, есть ли она, и как нам ее позиционировать и развивать. Я не сомневаюсь, что мы можем стать такой гастрономической дестинацией или территорией. Но для этого нужно очень хорошо поработать. Почему можем? Потому что у нас нет образа еще никакого связанного с едой гастрономией. Но есть примеры, вдохновляющие стран, которые начали практически с нуля и стали звездами. Та же Дания, Скандинавия, ведь самый лучший ресторан Нома, который многие годы был лучшим в мире, он возник в Копенгагене. Они написали стратегию, они взялись, и они решили создать эту кухню на основе своих продуктов, и они это сделали. То же самое можно сделать у нас. У нас есть определенные традиции, у нас есть продукты, в том числе сейчас достаточно много экологических и так далее. У нас есть леса, озера, ягоды. То, что сейчас в моде и в тренде, все настоящее экологичное. Ну, надо эту кухню сделать и продвинуть. Потому что я все понимаю, драники, мочанка или еще там более древние наши блюда, но мы живем в 21 веке. Люди все больше заботятся о здоровье, о качестве, и все меньше едят жирной еды, все меньше едят тяжелой еды и так далее. Поэтому из всего этого надо сделать, я считаю, кухню 21 века. Но, естественно, она должна быть белорусской на наших традициях. У нас есть сайт «Гостиния Бай», где мы собрали рецепты из регионов. Я вообще считаю, кухня должна и может быть региональной. Вот это интересно, нюансы, рецепты, которые возникли здесь, и можно попробовать только здесь. И люди едут в места происхождения, ну, и рецептов, и продуктов. И все это продвинуть. Вот у нас уже сотни рецептов от хозяев усадеб на этом сайте. Мы его будем развивать. У нас сейчас есть интересный кулинарный проект с Литвой и Латвией, который финансируется Евросоюзом, связанным с продвижением кулинарного наследия и ремесла. Там будем делать несколько маршрутов гастрономически связанных с сыром, с хлебом, с напитками. Я думаю, что у нас есть большая перспектива. У нас появились рестораны типа Литвина, еще там Симпл, по-моему, которые занимаются современной белорусской кухней. Ну, условно говоря, традиционное средство приготовления продуктов и наши продукты, но уже новое прочтение в 21 веке. Я понимаю, что, может быть, вызову гнев многих, а как же наши традиции, овачанка и всякие другие драники. Ну, извините, если вы в Америке скажете про драники, картофельные блины, вам скажут, а, это латкес, это еврейское блюдо. У нас смешение. Понимаете, у нас нет ничего только наше. Это плавильный скотел, разных культур, которые здесь были, национальности. Я думаю, вот на этом надо делать акцент. Можно сделать. Поэтому я всячески за, мы работаем в этом направлении и будем, наверное, работать с ресторанами, но собраться должны все, и рестораторы, и производители продуктов, и фермеры, и экологические продукты, и само население, в конце концов, должно обрести гастрономический патриотизм. Да, но я много со своими студентами работала на эту тему, и опрос мы делали. Ну, не ходят они в наши национальные рестораны. Ну, а им не очень интересно, або им дорого там, понимаете, у нас нет фастфуда своего, а без уличной еды вообще невозможен туризм никакой. Но у нас есть желание, и у нас нет никакого образа в мире в этом смысле. Поэтому, ну, вы же знаете, нет нигде ресторана белорусского. Ну, может быть, Марат Новиков открыл в Нью-Йорке, но об этом только Марат и знает. Но надо это делать, и я думаю, это будет сделано, потому что в гастрономию или в рестораны пришли молодые ребята, особенно в Минске. И я очень этим горжусь. Я считаю, что такого количества качественных кофейн с концепцией, с содержанием таким интеллектуальным, высоким, нет нигде. Рестораны тоже все делают с концепциями новые. И я думаю, что мы, поскольку я считаю, что главное качество в стране, ее богатство, это, конечно, качество его населения. Я считаю, белорусы, это качество, это народ со знаком качества. Мы не будем говорить, что это цитата, но это правда. Мы всегда были достаточно высокого уровня в Советском Союзе. Да сделаем мы кухню, и все будет хорошо. Но это не один день, это слаженная работа. И тут Минторг должен, конечно, пойти на многие уступки и поддержать эту идею. Но нужна стратегия, концепция, тогда все будет. Я за то, чтобы белорусская кухня прозвучала так же, как белорусский агротуризм. Со своей стороны мы, конечно, объясняем своим людям, что через еду вы можете представить и продвинуть страну. Да, ну итальянская кухня, китайская и так далее. И вообще-то 30% денег все люди тратят на еду. Это достаточно серьезный компонент турпродукта, в который вовлечены все чувства, когда вы его потребляете. Мало того, вырабатываются гормоны счастья, серотонин и эндорфин. И закрепляется ассоциация. И все это, да, закрепляется как такое счастье, удовольствие, которое ты имел. В общем, еда это очень много значит. Поэтому мы ее любим и всегда продвигаем. Один из форм продвижения кухни и национальной кухни – это организация гастрономических фестивалей. И, к счастью, Минск может похвастаться достаточным количеством этих фестивалей. А если говорить про регионы Беларуси, вот, например, в ближайшие дни начнется фестиваль «Мотовские пресс-маки». Я думаю, что вы про него знаете и нам расскажете. Это, в принципе, один из немногих кулинарных фестивалей, которые проходят в белорусских регионах. Как думаете, какую роль он играет и какие, скажем так, какие перспективы этого направления именно регионального развития национальной кухни? Ну, я считаю, что это прекрасное средство продвижения. Еды, традиции, всего фестиваля. Ну, а Мотовские пресс-маки – это особый фестиваль. Я, как бы, связана с ним изначально. Отчасти мы его и инспирировали, создали. Это будет уже 10-й юбилейный фестиваль. Ну, может быть, там. Вот сейчас он идет раз в два года. Ну, наверное, лет 15 назад, да. У нас был проект с голландцами, которые приехали на велотур. Не только голландцы, но и многие другие европейцы. И это было по изучению наших традиций, природы. Ездили мы по так называемым эко-коридорам, где мигрируют животные. В общем, нигде часто мы были. И надо было где-то ночевать. И по дороге попался Мотов, и, ну, вот, географически решили там. Попросили поставить палатки разрешения. Председатель средств совета, шоколад такой. Тогда был он нам разрешил. И вечером пришли местные населения. Я даже не была уже вот дальше, как развивались события. Понравились они. Нам надо было сделать несколько таких фестивалей в рамках проекта. И мы решили, все, делаем в Мотеле. И это мой самый любимый фестиваль первый. Я даже не ожидала, то есть я не понимала, насколько это было невероятно. Потому что Мотель – особая деревня. Там более четырех тысяч человек. Но они очень закрытая деревня, особенно в ту пору. Они не идут ни на какие-то такие авантюры. И там нужно, ну, как бы, старейшиной деревни решение. Или самого авторитетного человека, который скажет «да». Но никто же этого не знал. Но вот как-то все-таки мы переломили ситуацию. Сказали «да, ладно, давайте Мотеляня покажем». Это деревня, которая никогда не была под крепостным правом. По разным причинам. У нас форца даровала ей. Они на нее тоже произвели впечатление. Даровала им право свободной торговли и так далее. Это очень свободные люди. Плюс там жило очень много еврейского населения. И Хайм Вейсман, первый президент оттуда. В общем, они всегда торговали. Они делали что-то. Они хранят и чтят свои традиции. Невероятно предпринимательское движение. Деревня более 130, по-моему, у них предприятий. Там традиционные колбасники, которые с семьями давно, их прадеды возили все это в Варшаву. Там прекрасно делают рыбу. Там делают сыры. Там делают хлеб, каравай. Там невероятный музей. И все это вместе говорит о потенциале. Ну ладно. В общем, мы делаем фестивали. Ну там такая площадь. Ну никакое уже, как бы, советское время снивелировало все красоты прошлого. Я думаю, ну что же у нас такое будет. Я говорю, единственное, только не ставьте, пожалуйста, палатки полосатые. Сделайте красиво. И конкурс у нас среди бабушек. Среди местных бабушек. Это должен быть традиционная посуда, традиционное блюдо. Это кон. Ну серьезное кулинарное соревнование. Судья у нас голландец приезжает, редактор журнала «Бульон». И начинается у нас полное, серьезное, с такими простынями жирю. Должно заполнять все. Серьезный такой, ну как бы, конкурс этой еды. Утром, я просто не поверила глазам, Мотель преобразился. Вот эти невероятные палатки из дерева, тростника. Местный фонтан. Тогда еще и фонтана не было, просто, ну, остатки прошлого. Был залит водой, обставлен камешами. Там запустили рыбу. Там бабушки вышли все в таких костюмах. Мотельские девушки и мужчины, и женщины потрясающий фольклор сделали. В общем, это было, да, а количество еды, ее качество, это просто вышло за всякие рамки. И я поняла, что, ну, это можно найти много где, но именно Мотель стал первым. Первый кулинарный фестиваль прошел там, прошел с большим размахом. И что там было важно, что мы показывали наследие этого места, да, и рецепты этого места, которые, ну, жители со всеми, ну, обрядами, с историями показали. С тех пор я, конечно, люблю Мотельский фестиваль. Может быть, его надо немножко как-то структурировать. Я бы его все-таки все больше и больше поворачивала в сторону еды, только еды. Но, я думаю, будет много чего интересного. Будет, кроме Мотельских прессмак от бабушек и местных жителей, приедут еще рестораны, может быть, литовские, те же литвины из Минска. Там будет кухня и соседей. И там это все сопровождается еще, конечно, очень интересными обрядами. Потому что это не просто еда. Еда – это элемент культуры, и там много обрядовой еды с местными такими традициями. Это всегда их наречие, это всегда их темперамент. Поэтому это все здорово и колоссально. Там много купить, можно чего попробовать и так далее. Я думаю, опять будут какие-то такие вот корзинки с мотельскими прессмаками, где будет их колбаса, рыба, сыры. Ну, для того, чтобы можно было увезти сувенир. Но я считаю, что это прекрасное место и прекрасный пример, как деревня, в принципе, ничего не имеющего общего с туризмом и не собирающаяся развивать туризм, вдруг стала вот таким на Полесье туристическим центром. Там невероятно хороший музей местной народной культуры, который делает много программ. Ну, например, Караваева программа. Можно заказать, группа, поучаствовать в его изготовлении, главное – украшение. Они покажут все песни, обряды, которые это все сопровождали. Это невероятно здорово. Мы привозили туда, и вот National Geographic Израиль привозили, а вот этот журнал мы привозили туда шведов и французов. И для таких вот маленьких групп делаются эксклюзивные программы. Дают даже возможность надеть старинные вот эти полесьские рубахи. И мы потом делаем цветы, украшая шишками вот эти караваи. Ну, это невероятно эмоционально. Японцы там впечатлились просто до слез. Учили их наметку заворачивать на голову девушке. Ну, еда, конечно. Ну, я вам скажу, что вот Мотель в меня вселил огромное количество оптимизма по поводу того, что у нас уникальная культура еда, и все это можно показать миру. И у нас есть шанс стать когда-нибудь популярной в туристической территории. Так что я вас всех приглашаю на Мотельский образование. Спасибо. Ну, и на завершение интервью, вы как профессионал и специалист в сфере туризма. А где вы предпочитаете отдыхать? У себя на даче. Ну, поскольку я вам сказала, что не чужой человек дудуткам, там у меня дом и дача, с которого, собственно, все началось, и все дудутки. Мой муж ее купил огромное количество лет назад. Это была просто деревянная хатка. Ну, я люблю там. Там я достигаю гармонии, там я отдыхаю. Потому что куда бы я ни ехала, это всегда какой-то стресс. Это новая ситуация, ты нервничаешь, как у тебя сложатся отношения с людьми. Поэтому я отдыхаю там. Ну, а зимой хорошо. Я уже стала отдыхать. Раньше вообще не отдыхала, да? Ну, я и сейчас, можно сказать, не отдыхаю. Потому что я не понимаю, где работа окончается, а где отдых. Я много перемещаю. Ну, сейчас мы любим ездить на Шри-Ланку. Там есть тоже уже почти члены семьи нашей ланкийцы местные. В маленьком отеле, прямо на берегу океана, где нет волн, где может моя мама плавать. Потому что вообще-то там серьезный океан. И вот я туда и люблю ездить. Январь-февраль. Дней на десять. На этой теплой ночи, наверное, будем завершать наше интервью. Спасибо, Шаваля Анатольевна. Ну и коллеги, спасибо всем. И всего доброго.